Телевизор Чтобы снизить трудоемкость И сделать вот ножки Этот вариант ножек исполнения И мне особенно понравился Они вроде и хороши Получил название телевизора Березка 210 Так у нас по счету Вот этот вот телевизор Вот это видимо наша одна вещь Как мы считаем делиться Которые неard которые потребуют большую подготовку Сейчас на данный телевизор мы Разрабатываем техническую документацию И 23 марта мы, видно, ее уже дадим на рассмотрение восьмого отдела. Для нашего завода надо считать эти модели новыми. Скажу сейчас отвечу на этот вопрос. Этот телевизор не вызвал никакого сомнений. Всем понравился, можно сказать. Всем понравился. Никаких замечаний не было. Замечания были такие, ну, просто талантические. И просто указывали, что действительно это надо подправить. А вся модель в общем совета, это новая модель и очень хорошая. Максим Андреевич, на последней оптовой ярмарке в Москве «Березки», телевизоры вашего завода, пользовались большим спросом у торгующих организаций и у населения. Что вы можете сказать по этому поводу? Популярность, это, конечно, приятно, бесспорно. Но у этой популярности есть вторая сторона медали. Она состоит в следующем. По плану мы должны были 300 тысяч телевизоров выпускать при незаконченной реконструкции телевизионного производства. Нам по просьбе торгующих организаций добавили еще 20 тысяч. Это вызывает, конечно, дополнительные трудности. Кроме того, мы сейчас выпускаем хорошие телевизоры. Но в следующем году мы модернизируем эти телевизоры, чтобы они были значительно лучше, что тоже вызовет дополнительные трудности. А каким образом, Максим Андреевич, вы думаете справиться с увеличенной программой? Это вопрос по существу. Мы эти вопросы обсуждали. Вот смотрите, с чего начинается телевизор. Это шасси. Листовые заготовки для шасси отправляются непосредственно к рабочим местам. Здесь, в штамповочном цехе, изготавливается основа, на котором в дальнейшем будет смонтирована вся схема будущего телевизора. У нас широко применяются комбинированные штампы, конструкция которых позволяет одновременно получать из отходов готовые детали. В частности, при штамповке в шасси таких деталей пять. Усилие конструктора завода направлено на дальнейшую автоматизацию всех процессов штамповки, что позволит нам в значительной мере увеличить выпуск деталей. автоматизация загрузки позволила повысить производительность пресса и практически полностью исключить ручной труд. Ряд высокопроизводительных пресс-автоматов, разработанных нашими конструкторами, изготовленных силами завода, внедрены на различных участках. Кроме непосредственного изготовления деталей, нас волнует еще проблема как межоперационной, так и межцеховой транспортировки. На сегодня у нас действует линия межцеховой подвесной дороги для доставки деталей из цеха штамповки в гальванический. В дальнейшем предусматривается создание закольцованной дороги, связывающей все основные участки телевизионного производства. Автоматизация транспортировки в гальваническом цехе, исключившие все ручные перевозки внутри цеха и программное управление технологическими процессами на всех линиях гальванопокрытия, позволили значительно повысить производительность труда. Вентиляционная система автоматов полностью исключила опасность отравления вредными парами электролитов. Вентиляционная система осталась одна операция. Навес и съем готовых деталей. Это на первый взгляд простейшее приспособление позволило высвободить несколько работниц. Вы видите, как легко одна справляется с этой операцией. Два движения и все 11 контактов облужены. Теперь шасси готовы. Качество будущего телевизора зависит от внимания и четкости работы всех работниц этого участка. Ведь это основной этап. Участок монтажа шасси. Сюда поступают все детали и узлы электрической схемы. Здесь рождается телевизор. Сейчас вы уже не увидите в схеме телевизора сложного переплетения проводов. Печатные платы полностью их исключили. КОНЕЦ Монтаж платы сводится по существу Лежка установки на ней необходимых радиоэлементов Монтаж платы сводится по существу Проверка, контроль, регулировка после завершающих монтажных операций Непременные условия качества Ошибка, брак должны быть обнаружены сразу же на месте Если смонтированная плата выдержит проверку Тогда она попадет на участок монтажа шасси Субтитры создавал DimaTorzok Для увеличения выпуска шасси мы недавно удлинили этот конвейер И перевели на него установку трансформаторов и ряд других операций И вот первое бихание телевизора Значит схема собрана правильно, без дефектов Практически телевизор готов, он уже работает Но ему еще многое предстоит пройти Прежде чем он примет так называемый товарный вид Первая встреча в шасси со своей одеждой Корпусом и пластмассовой крышкой Пластмассовые детали будущего телевизора Изготовляются в цехе почти полностью автоматизированно Здесь установлены высокопроизводительные термопласт автоматы Все они оборудованы инжекционной подачей пресс-материалов Что значительно повышает производительность труда Для повышения производительности автоматов Нами широко применяются многоместные пресс-формы Одновременное получение нескольких деталей Тоже один из методов экономии рабочего времени КОНЕЦ Для обеспечения ритмичной работы кинескопы Полученные из завода изготовителя Поступают не в сборочный цех, а сюда в склад-накопитель Откуда выдаются по мере необходимости на конвейеры сборки На главном транспортировочном конвейере сейчас весь телевизор Шасси, крышка, кинескоп и деревянный корпус Производство деревянных корпусов у нас механизировано почти полностью В ближайшее время мы вводим в строй еще несколько конвейерных линий Что позволит значительно увеличить выпуск корпусов Редактор субтитров А.Семкин Контроль за работой сборочных конвейеров осуществляется у нас централизованно Сюда поступает информация Начальник цеха, руководители участков координируют работу через этот пульт А в этом помещении собираются телевизоры двух марок Березка 2.1 и Березка 209 Система конвейеров позволяет вовремя подать к рабочему месту необходимую деталь Кстати, ритму этого участка подчинены все 28 конвейерных и транспортировочных линий телевизионного производства Общей протяженностью около 5 километров Детали и узлы, поступающие к нам с других заводов Хранятся в стеллажно-тарном автоматическом складе По требованию узол легко доставляется на сборку тем же транспортировочным конвейером Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В целях повышения надежности работы телевизора Мы увеличили время его пребывания на термопрогреве до 14 часов Это сделано за счет уменьшения скорости движения конвейера Но принесло нам значительную пользу Рекламации на «Березку» практически не поступает Сейчас по надежности «Березка» занимает одно из ведущих мест среди отечественных телевизоров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь происходит окончательная сдача телевизоров на склад готовой продукции Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видите здесь цифры? Триста семьдесят пять Это значит, что для выполнения сменной нормы осталось еще 225 березок А по этому пульту я могу связаться со всеми участками завода И выяснить любой вопрос, связанный с производством и доставкой телевизоров торгующей организации Кстати, мы им уже дали в первом квартале текущего года уже около 80 тысяч штук Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok